Всем здравствуйте! Это выпуск международных новостей. О них вам расскажу я, Инесса Буланкова. Перейдем к главным темам. Монархи тоже ездят в метро. Король Бельгии спустился в метро почтить память жертв мартовского теракта. Работа над ошибками или Восточный наконец стал космодромом. На станции произвели первый в истории запуск ракеты. Памятная акция «Марш! Бессмертный полк» объединит весь мир. Король Бельгии Филипп посетил станцию метро Мальбек, вновь открывшуюся через месяц после теракта в Брюсселе. 23 марта, через день после трагедии, вместе с королевой Матильдой он почтил память погибших здесь людей и возложил цветы у входа в станцию метрополитена. На этот раз монарх проехал в метро как рядовой житель бельгийской столицы. Мальбек находится в так называемом международном квартале Брюсселя, где расположены европейские институты, в том числе и европейский парламент. Напомню, теракт произошел 22 марта. Бомба взорвалась во втором вагоне поезда. Сегодня у входа в метро по-прежнему цветы и свечи, а на стене большая мемориальная доска с именами всех жертв терактов в Брюсселе и надписями, которые оставляют жители и гости бельгийской столицы. С нового российского космодрома «Восточный» произведен первый запуск ракеты. Это произошло сегодня в 5 утра по московскому времени. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками со второй попытки стартовала с нового космодрома. Предыдущий запуск 27 апреля, на который прибыл лично Владимир Путин, не состоялся в связи со сбоем автоматической системы управления. Однако неисправность удалось оперативно локализовать, а президент Владимир Путин на заседании Государственной комиссии подчеркнул, что космодром «Восточный» доведен до нормативного состояния. Без всякого преувеличения, пуск первого в России космодрома гражданского назначения – это огромный шаг в развитии российской ракетно-космической отрасли, заявил Владимир Путин. Близится победный месяц май. Страны мира готовятся к празднику Победы. В этом году миллионы людей на разных континентах объединит «Бессмертный полк». Ожидается участие 50 стран, в том числе США, Канады и ЮАР. Накануне организаторы масштабной акции провели пресс-конференцию в формате телемоста – Москва, Петербург, Екатеринбург. Именно в этих городах, как ожидается, шествия будут самыми массовыми. Память людская, она сильнее всех нас оказалась. И это слава Богу, что это так, именно память. Знаете, есть в одном фильме «Офицеры», есть такой третий куплет песни, «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой герой». Вот это вот самое главное, а не то, где, когда, во что, а вот то, что есть в каждой семье, такая память. Это самое дорогое и самое прекрасное. Принять участие в акции может любой желающий. Нужно прийти к месту сбора с фотографией своего фронтовика. Помимо этого, в рамках акции «Бессмертный полк» в этом году пройдет еще и фотоконкурс. Организаторы говорят, что хотят видеть лица людей во время шествия. Северная российская столица также вовсю готовится к победному параду 9 мая. Накануне прошла первая репетиция парада победы на Дворцовой площади. Более 4 тысяч солдат и курсантов военных училищ чеканили шаг по центральной брусчатке. Жители и гости города стали зрителями прохода пехотинцев, моряков, военнослужащих внутренних войск и соединений МЧС. По сообщениям наших коллег, планируется провести пять репетиций парада, в которых добавят проезд боевой техники. 9 мая по главной площади Петербурга пройдет колонна из 90 артиллерийских установок. Все дело в тыкве. В Австралии придумали, как перевоспитывать трудных подростков. Специальная благотворительная программа PetFinders помогает молодым людям стать гуманнее через труд. Подростков забирают с улицы и обучают фермерскому делу. Мне не нравилась моя жизнь. Я постоянно попадал в полицию, нарушал закон. Меня арестовывали четыре раза. Спустя 12 месяцев работы на ферме, многие подростки изменились буквально на глазах. Сегодня они с радостью раздают всем нуждающимся плоды своей работы. Моя семья переживала трудные времена. Мы стали бездомными. PetFinders нашла меня в то время, когда я полностью потерял надежду. Каждый год участники программы также отправляются в поездку по городам Австралии. Цель – доставить тыквы в разные благотворительные организации страны. Организаторы не сомневаются, что их идея приблизить подростков к природе позволит вернуть их к нормальной жизни. Мы просто помогаем им установить связь с землей. Учим их жизненным навыкам, навыкам сельского хозяйства. Потом возвращаем их к учебе. Ну и в завершении выпуска рубрика «Люди, которые нас удивили». Поистине горячий парень из Нью-Йорка установил новый мировой рекорд, съев 22 перца чили за один присест. На это у него ушла минута. Таким образом, ему удалось обойти 26-летнюю Анандиту Тамули из Индии. Она прославилась, съев более 50 стручков за две минуты. К слову, перец чили содержит полтора миллиона единиц по шкале жгучести. Нынешний победитель, уроженец Ямайки, признался, что повторить достижения не рискнул бы. Умеют удивлять и россияне, жители Челябинска настолько суровы, что катаются на вейкборде по грязи. На портале YouTube появилось видео, на котором местный экстремал, используя трос, доску и машину, устроил себе заезд по улицам города. Герой видео мастерски преодолевает самые непроходимые участки, а вот сам ролик стремительно набирает популярность. Менее чем за сутки его посмотрели уже более 50 тысяч пользователей. И это все новости на сегодня. Я напомню вам, что на нашем телеканале продолжается марафон, посвященный светлому празднику Пасхи. Сегодня с 19 до 22.00 по московскому времени сразу несколько студий ТБН во всем мире ждут вас в прямом эфире. К нам присоединятся Иерусалим, Пенза, Чикаго, а также вас ждет прямое включение из Германии. Живое слово, молитвы за зрителей, ответы на самые волнующие вопросы. Все это в прямом эфире телеканала Благих Новостей с 19 до 22.00 по московскому времени. На этом все. До завтра.